Предприниматель отказался от проездных билетов. С 1 ноября этого года ездить за наличные придется северодвинцам по двум маршрутам. Без проездных останутся десятка и семнадцатый. В чем причина такого решения, выяснял Дмитрий Ефимов. Автобус 17 маршрута считается одним из самых популярных в городе. Он связывает квартал с основной частью Северодвинска. Такой же по значимости и десятый. 1 ноября на этих двух маршрутах исчезнут проездные билеты. Для некоторых северодвинцев это сильно ударит по карману. К примеру, Ольга Викторовна одна воспитывает двух детей. Младший каждый день ездит в школу. Ну конечно, это будет очень накладно. Так как у меня младший сын учится в 13-й школе, а живем мы на железнодорожной улице. И приходится ездить ему в квартал туда. Бывает он ходит на секции в школу, а в школу нужно будет второй раз ехать. Сейчас все поездки сына для скромного бюджета семьи выходят в 400 рублей. После отмены проездных затраты увеличатся примерно до 800, говорит Ольга. Оказалось, проездные стали невыгодны перевозчикам. Но основная проблема в другом. Предприниматели попросту не смогли поделить долю от стоимости проездного. Просто перевозчиков много и договориться между собой это очень тяжело. Кто сколько перевозит и чего это сосчитать трудно. Я думаю, что человек, если ему надо ехать, он поедет, имеет, зная, что ему ехать надо. И, конечно, понимаю, что многим на проездном, им туда-сюда, они экономят. Но у нас мало таких в городе. В основном у разовой поездки. Это решение принято перевозчиками в рамках действующего правового поля. Введение долговременных проездных билетов или их невведение – это право перевозчика. Стоит напомнить, что на всех маршрутах школьники и студенты могут ездить по льготному тарифу – 10 рублей. Также привилегиями пользуются и северодвинцы пожилого возраста от 70 и старше. Они ездят бесплатно. Отметим, проездные билеты остались на 1, 3, 3А и 15 маршрутах. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Александр Сенков, Семен Самигулин. Вестник. Северодвинска.